Всем привет! С вами Дед! И когда я учился в классе в третьем, мне кажется, то есть это был начал нулевых, кто-то из одноклассников мне подогнал вот такой вот замечательный компакт-диск, на котором описано «Конструктор 3D-игр». Вау! Круто! Однако в детстве я, честно говоря, не особо разобрался с этим инструментом, так сказать. Однако недавно я нашел у себя в закромах этот самый диск, установил его на свой ретро-ноутбук, кстати, видос про который есть вот тут, и словил знатный кек. Итак, это очень интересное, забавное программное решение, с которым я предлагаю вам сегодня ознакомиться, посмотреть, на что это приблудоспособно, что с ее помощью можно сделать, и, собственно, и поиграем впоследствии. Погнали! Итак, давайте же все-таки взглянем с вами на этот самый «Конструктор 3D-игр». Диск, как вы видели, у меня треснул, но благо я все успел заранее поставить на компьютер. Разработчик это «Дока». «Дока 2», «Шутки», «Юмор», вот первая часть, походу, значит. «Конструктор 3D-игр». Какие же возможности нам предоставит этот программный продукт? Что-то долго-то. Итак, при запуске нам предлагают два режима. Новичок или Стандарт. Ну, мы пока еще не смешарик, поэтому давайте выберем «Новичок». Так, сделать игру случайно. Что у нас случайная игра? Это, видимо... Не знаю. Давайте посмотрим. Компьютер сам все нажимает. Выбирает все параметры. Пока еще ничего не понятно, но... Очень интересно играть. Уровень 1, игра маленькая. Блин, как громко. С вашего позволения сделаем чуть-чуть потише, а то что-то минус уши тупо. Итак, нам игра создала вот такую веселую поделку про жабу. Так, видите, мы можем ее управлять. И прыгать. Вау! Круто! Куда нажимать, чтобы выиграть? Так, сюда нельзя, походу. Жизнь, энергия, очки. Что делать? Музыка, конечно, задорная. О, на шифт можно прыгать. Но сюда нельзя прыгать. В центр. О, здесь какие-то робиты. Нам наваливают. По жопе. Опа. Уже позгорело. Здесь должна играть музыка из Dark Souls, походу. Потому что здесь у нас какой-то босс. А жаба у нас еще огнедыщая, прикинь. Обалдеть. Я все... Я все еще слабо понимаю, что происходит. Это какой-то лабиринт, походу. Что-то хреново лабиринт, честно говоря. Ладно. Ну нафиг. Давайте посмотрим, так сказать, самостоятельно. Какие возможности нам предоставляет эта штука. Здесь, как вы видите, у нас весь экран делится на некоторое количество разделов, которые позволяют нам сделать штуки. Настройки пользователя. Так, громкость, музыка, понятно. Так, ну здесь вроде все понятно. Просто базовое меню. Потом мы можем выбрать сцену. Здесь все разделы подразделяются на несколько категорий. С очень потешными названиями. Это стрелялка, ужастик, война, леталка, гонки, бродилка, мультик и, мое любимое, прикол. Это, видимо, жанры, поджанры, да, какие можно все создавать. То есть, видите, тут разные уровни. Достаточно любопытные. Urban 02. Видите, какой-то город, например. Сад, крипто. О, церковь прикольная. Стрелялка. Вот ужастик. Здесь, видите, здесь какие-то уже хронические какие-то фоны. Что-то похожее на Дум или Третья, или, не знаю, там, Чужого. Такие прям страшилки здесь, в общем, да. Война. Ну, какие-то космические перидоры. Ну, или просто городские ландшафты. Леталка. Ну, космос, да, всякие разные. То есть, здесь, видимо, можно будет летать. Гонки. Городские всякие. Какие-то, да, арены. Как это называть, трассы. Бродилка. Что такое бродилка? Не знаю. Здесь какие-то каньоны, лес. Тоже какие-то интересные, короче, места такие. Видимо, приключения какие-то у нас тут. Ну, мультик. Тоже какие-то... Ну, вот у нас, видимо, какой-то мультик был сейчас, кстати. Тоже какие-то здесь игрушечные какие-то локации забавные. Прикол? Квизии должно быть что-то потешное, видимо. Не знаю. Вот это что? Хлеб 02. Насколько это классный прикол? Не знаю. Похоже, как будто что-то из Марио 64. Мосты. Фантазии. Джем. Реально, как будто что-то из Марио. Это, видимо, прикол. Грибы здесь, видите, всякие. Ну, ладно. Так. Давай, допустим, сделаем грибное царство. Приколы будем делать. Так. То же самое. Выбрать главного персонажа. Видите, стрелялка. Это у нас как будто шутер первого лица. То есть здесь просто мы выбираем некое оружие. Здесь он даже может выбрать банан. Странно, почему это не прикол. Ну, ладно. Ужастик. Плохой парень. Детокс. Мужчина. Почему-то здесь какой-то северянин. Убийца вампиров. Вампир. То есть какие-то такие ужастики, да. Антитанк. Что-то, видимо. Резидент и в момент. И почему-то здесь черепаха. Что страшного в черепахе, я даже не догадываюсь. Война. Ну, понятно. У нас танки. Героин. Э? Это же женщина. Почему она героин? Типа героиня. Это какой-то странный перевод. Ладно. Почему-то здесь тоже варвар. То есть и в ужастике, и в войне. Ну, допустим. Леталка. Всякие самолётики. То есть, ну, понятно. Леталки, стрелялки. Гонки здесь в машинке. Хотя здесь... Вот здесь есть вертолёт. Почему он не в леталках, не знаю. Машина. Багги. Огненные. Ну, понятно, да. Бродилка. Ну, да. Какие-то, видимо... О, и, кстати, эту змейку я знаю. Это, по-моему, Эксиснейк. Та же моделька. Не знаю, или как-то разработчики с ними связаны. Или они просто стылили эту модель. Вот. Какая-то Сильвербэк. Это какая-то, ну, Монки. Горилла. Синяя птица. Лёгкая обезьянка. Ганнибал. Приключения охренеть просто. А, это бродилка. Гоблин. Червяк Джин. Прикольно. Мультик. Вот такая же Монки, только тёмная. О, а это Далек. Хе-хе. Почему он мультик? С каких пор, типа, доктор, кто это мультик? Есть Кау-Гёрл. То есть, видимо, какая-то мультяшная. Где здесь лицо? Это, видимо, некая женщина-ковбой, да? Собственно, сам ковбой. Он тоже крайне всаразит. О, лягуха, за которым только что играли. Томбрайдер. Я вас понял. Мышка. Машинка тоже. Почему он в мультик? Почему она не в гонках? Не знаю. О, а вот этот помидор офигенный. Будем играть им. Так, какие у нас приколы. Мужик с базукой. Прикол охренеть просто. Джентльмен. Тоже какой-то варвар. Пикси. Как будто из четвёртых героев прилетел. Рекавер. Пикси. Зелёный помидор. Робо-собака. То есть, вообще, какие-то рандомные. Синич, вообще-то страшил какая-то. Почему это в приколах? Ладно. Так, это то, чем мы будем стрелять. Ну, я думаю, здесь не стоит как бы что-то... Ну, понятно. Снаряды, короче, да? То есть, мины, стрелы, копья. Прикол. Помидор будет стрелять помидорами. Мне кажется, будет вполне логично. А здесь у нас изображён мистер Смит. И это что у нас значит? Выбор врагов в игре. Ага. Какие-то робиты, бобиты, индейцы. Пчела. Харлкрафт. Прикол. Медузы. Что прикольного в Медузе? А Гаргон. Это же буквально один и тот же персонаж. Челюсти. Ладно, челюсти прикольные. Сойдёт за прикол. Курица. Вот, какой-то мужик. Ужастики. Так. Ну, понятно, просто люди. На всякий зомби. Чужой есть. Есть страшный паук. Вагабонд. Я не знаю, что это слово значит. Злой ребёнок. Ужастик просто охранник, конечно. Давайте вот. А, мы ещё несколько противников. Походу, видите, цифры 1, 2, 3. Это, может, по уровню какая-то делёжка будет идти. Там нет, где-то здесь танки. Здесь другие самолёты всякие. О, это куб с биоников, кстати. Машинки. Космический мужик. Почему он в гонках? Так, здесь какие-то гоблины. Октопусы. Понятно. Рандомные приколы. Ну, то же самое, это снаряды. Вот здесь тоже доктор, этот доктор. Мистер Смит нарисован. Только с пистолетом это снаряд. Какая-то будут, не знаю, кирпичами стреляться. Понятия не имею. Что есть в приколах? Какие-то вспышки. Очень странный раздел прикол. Вот просто... А, тут пользователь. О, какие-то можно походу свои загружать ещё элементы. веб, что-то из интернета, видимо, синхронизировать. Вот это я сейчас удивился. Ладно. Так, это что у нас? Преграды. Не знаю, телевизоры. Что здесь, это приколы были. В мультике у нас есть деревья. В войне бочки. Понятно. Вот это, кстати, значок уровня сложности ветеран, кажется, из четвёртых героев. И он точно... Откуда-то у него есть? Стыщенный из героев. Так, Мистер Гу у нас вот есть. Охренеть, вот это страшный врёт. Синий кролик. Вот это мультики. Да, Мистер Какашка. Ребята, вот это прикол. Вот это я понимаю. Вообще, кстати, тоже та же модель, просто с другой текстурой. Мистер Какашка, это весело. Это боссы, да? Да, это выбор босса в конце уровня. Потрясающе. Так. Ну, всякие какие-то здесь ужастики у нас. Мишмен здесь почему-то. Ладно. Так. Какие-то бонусы у нас, да? Тут, наверное, доночный. Так. И... Видите, вот мультик-игра. Короче, финальные настройки. Можно поменять название туда-сюда. И, собственно, это дело сыграть. Или сохранить. Или сделать экзешник. Стрелки-движение. Контрул-огонь. Шифт-прыжок. Понятно? Ну, давайте сыграем в наш мультик-игра. Что у нас получилось? Так. Вот наш сеньор-помидор. И мы, так сказать, находимся в Марио 64. Можно перепрыгивать камни. Идти по мосту. Стреляться помидорами, которые взрываются. Охренеть. Ничего себе. Можно прыгать... А, это кто-то настреляет. Робиты-бобиты. Так. Энергия, это, короче, ХП. А жизнь, это Траи. Так. Да, всё. Меня завалил. Помидор. Робот. И у меня садится камера. Момент. Короче, нашему сеньору-помидору жёстко наваливают здесь эти роботы. Я ещё не знаю, у них есть какой-то запас ХП или нет. У меня всего 50 очков здоровья. Причём не снимают где-то, ну, по десятке примерно за тычок. Собираем, не знаю, золотые слитки. Какой-то бонус, видимо. Вот видите, хоба. О, нет, развалился. Ну, это я прям наваливал, конечно, прям по-крупному. Сейчас. Не самое удобное управление. Он как-то резко поворачивается. Всё, 20, видите. Аннигилируем роботов. Что-то вот была написана игра маленькая. По-моему, у нас какой-то уровень затянулся. О, меня втащили. Жесть. Припрыгнем. Аним нельзя, а всё. Чё-то как-то роботы нормальные такие здесь. Не, ну, прикольно. Прикольно. То есть, я думаю, здесь может всё. До связи, конец игры. Не прошёл этот уровень, не дошёл до нашего босса Мистера Какашки. Всё понятно в целом. Ладно, это был у нас некоторый мультик. Давайте попробуем что-то... Кстати, здесь есть, может быть, готовый пресет уже? Спейс Райдер. Видимо, какие-то космические леталки. Давайте посмотрим. Всё-таки жанр интересный. Спейс Райдер. You have defeated. Так, понятно, здесь... О, здесь видите, описание. То есть, есть, можно гулять какие-то кастерные штукки. Картинка любопытная. Мы погнали. Ща полетаем с вами, пацаны. Музыка уже такая драйвовая более. То есть, тоже, видимо, можно баловаться, настраиваться. В натуре я летаю? Стреляю? Он причём летит сам. О, вниз, это, смотрите, уровень... О, слушайте. Ай, больно. И правда леталка. О, можно ускоряться. То есть, он летит сам. Прикол. Так, ещё у нас... Странно, почему вниз это вверх, а вверх это вниз. И всё, меня развалили. Прикольно? Не, ну ладно, фиг с кем, не будем проходить. Ну, то есть, видите, уже у нас тут ходит другая игра. Чуть-чуть ещё есть. Из предосновленного... Twisted Tank Metal. Интересно, как это связано с Twisted Metal. Так, что-то про танки. Супер танк, погнали. Стрелки, движения, контур в огонь. Так, у нас есть танк. О, видите, стреляем по препятствиям. Прикол. Так. А, можно прям... Ой. А меня это хп снимает. Бонусы какие-то, да? Так. О, это вражеские танки. Какие другие пульты уже. Понятно. В общем, любопытно. В общем, видите, несмотря на всю свою ограниченность, достаточно много опций, чтобы делать сравнительно разноплавные игры. То есть, вкладки с жанрами здесь не просто так. То есть, у нас могут действительно получаться какие-то разные любопытные игрульки. Кстати, проходка пользователя. Встроенный редактор позволяет, например, создавать собственные уровни. мы расставляем, собственно, элементы, так сказать, нашего лабиринта. вставляем старт, финиш и босса. То есть, можно вполне себе делать собственные интересные уровни. Оформление выбирается по тем же вкладкам. То есть, очень даже удобно. А также можно редактировать уже имеющиеся уровни, расставляя на них новых персонажей, бонусы и прочие переменные. И также выставлять порядок уровней. То есть, максимум может быть в игре до 20 уровней и можно, собственно, выбирать любые арены и редактировать их по своему вкусу. Можно не просто выставлять уровни, но и также наполнять их контентом. Выставлять противников, бонусы, преграды. Как бы все вот эти базовые переменные. Соответственно, редактируем мы вид уровня во вкладке редактирования. А здесь мы уже можем добавлять его наполнение. То есть, все здорово, прекрасно и понятно. И давайте я сейчас попробую, так сказать, в фоне чем-нибудь побаловаться и показать, что можно из этого наскоку так выжить. Знаете, еще с самого детства, после знакомства с Disciples 2, а также серией Might and Magic, мне хотелось, чтобы у Невиндара появилась такая же своя RPG-серия. Собственно, мое желание со временем так и не осуществилось, но я решил решать эту проблему самостоятельно при помощи нашего конструктора 3D-игр. Я поговорялся в нем часа 2, наверное. Интерфейс, конечно, не самый удобный, дружелюбный. С мелкими настройками баловаться, ну, мягко говоря, не комфортно, но можно. Но хотелось бы побольше возможностей, однако я не уверен, что на 100% применил, воспользовался местным функционалом, но у меня получилось что-то вот такое. я сохранил игру в формате экзе, чтобы можно было запускать ее самостоятельно вне конструктора. И сейчас мы надеемся с вами посмотрим. Disciples RPG made by Neymel's Crow. Это я, безымянный ворон. Вы могучий арбалетчик горных кланов, затерявшийся во время бури и теперь ищущий путь домой. Земли кланов полнятся ордами зеленокожих, через которые придется пробиваться с боем во славу Воттона. Погнали! Итак, как мы видим, я сделал игру от первого лица. Мы управляем нашим гномом-арбалетчиком указанным и видим противников. Их я всего успел сделать три вида. Это гоблины, которые, видите, как быстро шевелятся, двигаются. Это вот такие менее поворотливые, но куда более опасные орки. Однако они немножко более тупые. И пауки. Резвые и пуляются кислотой. Если вы хорошо знакомы с лором Disciples или хотя бы смотрели мои ролики про историю этой серии, а также про эволюцию и раз, вы знаете, что пауки также относятся к зеленокожим. Собственно, я сделал всего один уровень, он в таких зимних локациях, потому что они типа горные кланы, я сюжет все описал. Вот. И наша цель добраться живым до конца уровня. У нас есть компас, который указывает количество шагов и направление, куда нужно двигаться. У нас есть количество здоровья определенное и жизни. Ну и хайскор, как бы, понятное дело, тут, видимо, обязательная установка. Так. То есть у нас нет миникарты, есть только указатель. Враги расставлены по уровню, но также они периодически сами спавнятся еще. Препятствия эти, я не знаю, что это, какие-то могильные камни. Они, короче, разрушаемые и в некоторых из них прячутся бонусы. Так. Осталось немного. Уровень коротенький. Поэтому пройдем с вами до конца, ведь я нафармил себе немножко доп. жизней. Блин, здесь, по-моему, пусто. У противников есть разные виды поведения, но такая вот хитрая жопа это, наверное, самый противный. Именно его я выбрал для наших гоблинов. Им более чем подходит. они, умирают с одного тычка, там максимум с парочки, но зато они, видите, доставляют массу неприятностей. Так вот, я помню эту стенку. кстати, гном, на удивление, может неплохо так прыгать. По-моему, это можно было включить, но я что-то забил. А вот наш босс, то есть нашего босса, это я сделал такого вот каменного голема, и его сторожат, видите, сколько много орков и гоблинов, охранить просто. Блин, сейчас мне напихают здесь, конечно, нормально. Причем нашему гному главное выжить. Босс бьет нечасто, но очень больно. Его свита доставляет не меньше неприятностей. Он по 40 здоровья, кажется, сносит за тычок, но не все попадают. При сопоставлении мы просто сразу отваливаемся. Но вы можете завалить, если очень сильно постараться. Но это не обязательно, к слову. Я просто хочу вам показать вот это вот. То есть нация смерти тоже демонстрируется. вернее тоже настраивается, я хотел сказать. Куда идти? А. И вот тут финальный рывок. Нет, не тут. это уйдите. Блин. Можно так подсмотреть. А, все-таки я правильно шел. рывок. Ну и вот последний рывок. нам нужно просто прорваться до вот этой финальной точки. И мы выиграли. Видите, со 7 минут все это дело пробегается. То есть я не сильно старался переусложнить все. так просто говорят в целях развлечения. И вот наши рекорды. Так получилась игрушка. И да, я считаю, что даже это будет лучше, чем Disciples Liberation. В общем, такой интересный у нас с вами получился вечер посиделок. Посмотрели, что из себя представляет этот самый конструктор 3D-игр. Понятное дело, что это вообще не ровень современным игровым движкам, даже гейммейкеру базовому. Но я думаю, в начале нулевых для ребенка это вполне себе мог быть интересный первый шаг в геймдев. Хотя такой шаг мог отпугнуть кого-то, все-таки меня он не ошибка зацепил. Но я думаю, это не особо показатель. А я надеюсь, что вы смогли так же потешно провести время, как и я. Исследуя этот программный продукт, посему ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, ну вы сами знаете, что делать. Так что еще с вами увидимся и всем пока! Игорь Негода! Продолжение следует...